МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костенникова. Специалисты Севавтодора завершили ремонт улицы Нефедова. Как сообщает пресс-служба городского правительства, протяженность обновленного участка составила 723 метра. Рабочие на объекте выполнили ферзирование старого покрытия, оборудовали щебеночное основание для нового, уложили более 3,5 тысяч квадратных метров асфальтобетона, а также заменили бортовой камень. Это последний объект из 40 отремонтированных в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в нашем городе. Специалисты Севавтодора также обновили улицы Рыбаков, Павлоды Бенко, Мореходную, Героев Революции, Маяковского, Торговую и другие. На 2023 год в рамках проекта запланирован ремонт 107 объектов общей протяженностью почти 51,5 километра, в том числе обновление четырех мостов. Десять новых школьных автобусов российского производства получит Севастополь в начале следующего года. Наш город вошел в число регионов, где проходит обновление парка машин скорой помощи и школьных автобусов. До конца текущего года правительство страны закупит 2000 автомобилей, а уже в начале 2023-го они поступят на места. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Из федерального бюджета на эти цели дополнительно выделено более 7 миллиардов рублей. Из них на закупку школьных автобусов пойдет 3 миллиарда. Это позволит купить более 1100 новых машин. В Севастополь поступят школьные автобусы вместимостью от 13 до 20 человек. Отметим, президент страны поручил правительству обновить парк автомобилей скорой помощи и школьных автобусов до 2024 года. Уже в текущем году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрели 16 миллиардов рублей. Так, для регионов купили более 3000 школьных автобусов и свыше 1200 машин скорой помощи. Детский сад в районе 5-го километра Балаклавского шоссе сдадут до конца этого года. В настоящее время готовность объекта составляет 99%. Подрядчик завершает установку систем видеонаблюдения и пожарные сигнализации, формирует итоговую документацию. Детский сад на 200 мест должен был быть построен еще год назад. Однако исполнитель госконтракта столкнулся с проблемами. Сейчас они все устранены. На объекте побывал руководитель Севастопольского капстроя Игорь Ахмедов. Яркие качели и веранды ждут своих юных посетителей. Совсем скоро в детском саду на улице Верещагина будут слышны звонкий смех и радостные крики. Долгожданный объект, который изначально планировалось построить в конце прошлого года, вот-вот ведут в эксплуатацию. Внутренняя отделка закончена, садик предварительно помыт. То есть из работ, которые идут еще на данный момент, у нас остается монтаж системы наружного видеонаблюдения, пусконаладка всей слаботочной сети, это пожарная сигнализация, оповещение, РСВУ. Двухэтажное здание рассчитано на 200 мест. 10 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Для малышей обустроены просторные раздевалки, игровые зоны, помещение для занятий музыкой, буфет. Пожалуй, самое главное в детском саду – это распорядок дня. В каждой группе здесь установлены двухъярусные деревянные кроватки. И уже в следующем году маленькие севастопольцы будут наслаждаться здесь дневным сном. Сейчас внутри помещений продолжается монтаж мебели. Снаружи все готово к приему детворы. Установлены игровые площадки с теневыми навесами, малые архитектурные формы, высажены зеленые насаждения. Контракт у нас выполнен в полном объеме. Детский садик нам обошелся в 266 миллионов рублей. Фактически будем заходить в оформление документов, для того чтобы получить уже разрешение на ввод. С органами стройнодзора подрядчик уже предварительно отработал по документации. Будет извещаться буквально завтра-послезавтра об окончании работ. И хотим к Новому году. Я ставлю задачу подрядной организации отдать детский садик в пользование деткам Департаменту образования и науки. В настоящее время в Севастополе также строится еще 4 дошкольных учреждения. В бухте Казачья, в поселке Кача, а также на улицах Героев Бреста и Горпищенко. Вместе с детским садом на улице Верещагина все они смогут принять около полутора тысяч детей. Как рассказали в Севастопольском Капстрое, еще 5 дошкольных учреждений находятся на стадии проектирования. Среди них детские сады на улицах Руднева, Вакулинчука и Громова, а также в селе Орловка и в районе Золотой Балки. Николай Кузнецов, Севинфорумбюро. Реконструкция Таврической набережной в Балаклаве продолжается. Сейчас подрядная организация «Мостотрес» занимается строительством первого корпуса яхтенной марины. Возведение административно-бытового здания началось в сентябре. Полностью готово армирование колонн первого этажа. Здание будет состоять из трех этажей и включит в себя туристко-информационный центр и правоохранительные службы. Будет здесь находиться ГИМС, служба спасателей. И для них также будут построены коммуникации. Рядом строится транспорт-технический блок и теплогенераторный. Внешний облик корпуса будет выдержан в старинном архитектурном стиле в соответствии со стилем будущей Таврической набережной. Стретельство планируют завершить в середине следующего года. Севастопольцев поставили перед фактом. Гаражный кооператив «Центр-2» на улице Героев Бреста будет снесен в ближайшие 10 дней. Владельцы негодуют. Борьба за сохранение зоны для стоянки индивидуального транспорта длится с 2014 года. Уверяют, что чиновники попросту отказывают собственникам металлических и капитальных построек в оформлении кадастрового номера земельного участка. На территории «Центр-2» расположено около 280 гаражей. Гаражный кооператив «Центр-2» был образован еще при Украине. В 2014 году у членов кооператива возникли проблемы с переоформлением документации. В этом году, после того, как новый председатель начал заниматься узакониванием прав собственности членов кооператива, из департамента благоустройства приехали трое неизвестных и поставили людей перед фактом – кооператив будет снесен. Объявления о демонтаже появились на каждом гараже. К нам приехали люди, не назвавшись, начали сносить гаражи. В прямом смысле этого слова – гаражи снесены уже. На вопрос, на каком основании это делается, ответа не было как такового. Съездил в департамент благоустройства, сказали, что ранее вынесено постановление. Начали выяснять назначение данного участка. Он как был, так и есть под стоянку автомобилей и гаражей. И каким образом здесь сейчас действует этот департамент – непонятно. В кооперативе «Центр-2» около 280 гаражей. По словам председателя кооператива, люди исправно платят налоги. На все объекты недвижимости имеются технические паспорта. Территория кооператива охраняется. Проведены все коммуникации. Чиновники не реагируют на многочисленные просьбы севастопольцев оформить кадастровый номер земельного участка. И предъявляют самые разные основания к демонтажу объектов. Сначала было основание то, что мы мешаем радиоцентру пожарный въезд загораживаем. Мы с радиоцентром на, как говорится, дружеской ноге договорились обо всем. Что мы ликвидируем то, что, допустим, какие-то границы нарушаем. Совместно убрали территорию, вычистили, сместили гаражи оттуда. Въезд оставили не запрашиваем 9 метров, а 18 метров. То есть там заезжай хоть самолетом теперь, понимаете. Уже после всех этих мероприятий все равно люди приезжают и сносят гаражи. На территории гаражного кооператива «Центр-2» в капитальных постройках постоянно проживают 11 семей с малолетними детьми. Кроме того, в кооперативе есть и постройки участников специальной военной операции, которые сейчас находятся вдалеке от дома и не могут забрать свое имущество из гаражей. У нас очень много людей, которые с СВО, инвалидов. Люди, которые приехали и порезали, просто нагло порезали на глазах гаражи, ну это беспредел, понимаете. И расклеить полностью, вот получается, радиоцентр, вокруг радиоцентра полностью на всех гаражах, не только наши, а на всех гаражных кооперативах расклеили эти объявления в течение 10 дней. Поэтому закрадывается у нас подозрение, что кому-то понравилась эта земля. Среди членов кооператива «Центр-2» есть и те, для кого гараж – не просто место для стоянки индивидуального транспорта. Инвалид первой группы Артем Андрушенов уже несколько лет в своем гараже вручную собирает коляски для маломобильной группы населения. Инвалидные кресла он отдает на безвозмездной основе – тем, кому они необходимы. И здесь, я же говорю, мне вот ребята всегда помогают что-то погрузить, загрузить, сложить, все это. Так что прошу оставить наш кооператив в покое, дать нам документы, чтобы они дальше жили и помогали людям. Коляски, которые я делаю, они даже многие сейчас уезжали в Донецк, в Луганск, люди брали, перевозили раненых, то есть границы туда-сюда. Люди уверены, снос гаражей приведет к транспортному коллапсу во дворах Гагаринского муниципального округа Севастополя. Дело в том, что у нас здесь много гаражей, эти все машины куда пойдут? Во дворы. У нас вот недавно был, на прошлой неделе, пожар в доме в жилом, на восьмом этаже. Пожарная вообще не могла подъехать, потому что полон двор машин, представляете, эти все 200 с лишним машин сейчас опять по всем разбредутся дворам. Скорая подъехать – тоже проблема. Если гаражный кооператив «Центр-2» будет снесен, сотни жителей микрорайона потеряют свое имущество. В попытках решить проблему с демонтажем гаражей и нежеланием чиновников присваивать кадастровый номер земельному участку, люди писали заявление во все инстанции города – в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и даже президенту. «Ой, ну что, значит, наша машина будет стоять и там вот во дворе, как сказать правильно, будет стоять, будет под дождем, под снегом, под всем. Конечно, этого не хотелось бы, но я думаю, все-таки найдутся. Ну, понимаете, вот есть же такие вот, как вот людям сделали, например, тоже дома были без документов. Ну, людям же сделали документы, правильно? Помог Развожаев». Редакция телеканала НТС направила запросы в профильные инстанции для выяснения оснований, по которым гаражный кооператив «Центр-2» собираются демонтировать, а также причин, по которым с 2014 года так и не был оформлен кадастровый номер земельного участка кооператива. Жанна Тарасова, Юрий Риутин, Севинформбюро. Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым сдали 38 литров крови для нужд медучреждений полуострова. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. На территорию специализированного отряда МЧС прибыл мобильный медицинский пункт, где сотрудники сдали по 450 миллилитров крови. Спасатели Главного управления МЧС России по Республике Крым, как видите, не только принимают участие по ликвидации дорожно-транспортных происшествий, поисково-спасательных работ в горно-лесной местности, а также по разминированию взрывоопасных предметов, но и принимают активное участие в акции по зову сердца. На сегодняшний день... Сдаю кровь в девятый раз. Наши сотрудники постоянно принимают участие в акциях по сдаче крови. И призываю всех граждан России и Республики Крым не колебаться и приходить сдавать кровь. Ничего плохого в этом нет. Оно даже полезно. После проведения необходимых исследований весь данный материал будет распределен среди лечебных учреждений Крыма для пациентов, нуждающихся в переливании крови и ее компонентах. Независимое телевидение «Севастополь» проводит еженедельные прямые эфиры, посвященные спецоперации и геополитике. О чем пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Как в «Севастополь» до 2014 года приезжали поезда дружбы из украинских националистов и как их встречали горожане, поговорим с участником «Русской весны» Андреем Меркуловым. Военкор, автор телеграм-канала «Расследования и портреты» Андрей Гусильников расскажет о своей поездке по отдаленным рубежам Херсонской области и о знакомстве с енотом из Херсона. Блогер Валея Браца, активно критикующая нынешнюю украинскую власть и президента Зеленского, расскажет, как честная публичная позиция повлияла на ее жизнь и кто подогревает русофобию в украинцах. Подключайтесь к обсуждению сегодня вечером в 19.30 в прямом эфире после вечерних новостей. На нашем Ютуб-канале, Вконтакте, на Рутуб и Телеграм-канале. Ждем ваших вопросов и комментариев в чат. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севинформбюро». Телефон редакции 59-0060, а также мобильный, плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы традиционно можете на нашем сайте нтс-дефис-тв.ком. Ждите новостей и до встречи. Одевайтесь по погоде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова